Медиагруппа «Авангард» представляет В связи с тем, что 476-й ФСЗ, принятый в конце прошлого года, внес весьма много норм, которые теперь обязаны быть поддержаны под законными актами, действительно есть некая тревожность и нервозность у многих экспертов отрасли, так как всегда во время переходного периода есть опасность, что какие-то решения будут приняты слишком поспешно или не полностью продуманно, без консультации с экспертами на всех уровнях. Поэтому, конечно, переходный период, время перемен всегда нервное, трудное, но зато это и время, когда наиболее ценно, чтобы все эксперты отрасли наиболее активно участвовали в дискуссиях, чтобы их мнение учитывалось не задним числом, а в момент разработки нормативных актов. На самом деле, нехватки в дискуссиях сейчас нет. Скорее, если есть проблема, то в том, что зачастую некоторые конкурирующие мерцеплощадки вырабатывают разные позиции, и при попытке учесть позиции разных групп специалистов иногда возникают не самые хорошие комбинации в итоговом тексте нормативно-правового акта. Поэтому всегда важно, чтобы итоговая версия проходила ревизию всеми теми участниками, которые принимали в ней участие. Хотя, конечно, это трудно, долго и не всегда возможно. Для нас самое главное, с одной стороны, оперативно реагировать на изменения и предлагать те технические решения, которые соответствуют появляющимся новым нормам, а с другой стороны, активно следить за процессами, участвовать в рабочих группах, в дискуссиях и давать возможность нашему мнению, основанному на многолетнем опыте, быть учтенным при разработке новой нормативной базы. На наш взгляд, нету некой одной наиболее сильной площадки. Каждая группа экспертов видит ситуацию с своей стороны, и поэтому мы стараемся принимать участие во всех тех экспертных сообществах, где, в принципе, наше мнение может быть ценно. У нас на ПКИ-форуме 2020 несколько докладов. Один из них — это обзорный доклад о тех решениях, которые мы можем предложить рынку для того, чтобы все нормы нового федерального закона выполнять, в текущей версии или после проработки дополнительных нормативных актов. А второй доклад — это очередной рассказ о текущем состоянии средств по дистанционному формированию подписи, о том, какие решения уже реализованы, какие должны быть реализованы в будущем, какое у нас отношение и мнение о том, как наиболее эффективно выполнить будущие специальные требования к средствам дистанционной подписи, и о том, что, на наш взгляд, является важным в этом направлении. Наши продукты, которые сейчас разрабатываются, разрабатываются и дорабатываются, и досертифицируются, на наш взгляд, максимально оперативно мы в них стараемся учитывать те тенденции, что закладываются в нормативные акты, и думаем, что те продукты, что мы представляем здесь, окажутся востребованными, чем они являются в последние годы. Всегда, когда возникает новая нормативная база, и под нее разрабатываются новые модели нарушителя, новые наборы требований, перечни угроз, конечно, для нас принципиально важно еще на этапе разработки следить, участвовать в дискуссиях, чтобы те решения, которые в итоге будут появляться, в частности, у нашей компании, под эти требования были максимально удобными, безопасными и по-настоящему нужны рынку. Поэтому эти темы, все темы, связанные с разработкой новых нормативных актов, для нас всегда максимально важны. Главное, чтобы во всех секциях, как и в прошлые годы, как и в этом году, было наиболее представительное сообщество и экспертов, и регуляторов, причем всех регуляторов, и Минкомсвязи, Минцифры, и ФСБ России, так как без любого из регуляторов дискуссия становится неполной. Поэтому, конечно, главное пожелание – это продолжать стремиться привлекать экспертов и регуляторов во всей дискуссии. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok